итак едем дальше следующий блок получается у нас уже пятый по счету это маршрут экскурсии здесь нам надо будет с вами сделать заголовок потом краткое описание под под заголовок сделать заливку вот этого блока и создать вот такую вот карту интерактивную с маршрутом движения давайте начнем возьмем создадим во первых новую строку с одной колонкой здесь больше не надо будет далее нам нужно сделать ее заливку соответственно заливка там на вот такого же цвета как и было здесь поэтому мы берем отсюда просто из настройка той строки в стилях просто копируем данный цвет возвращаемся в нашу строк строчку заходим также в стиль и просто control вставляем наш с вами так нет я обманул вас здесь заливки нет убираем заливка остается белый цвет все правильно почему-то показалось что там тоже есть заливка значит сейчас мы с вами будем вставлять заголовок этот заголовок точно копия вот этого по размерам соответственно чтобы нам снова не набирать его мы просто этот дублируем далее берем его за крестик и тихонько подносим к низу и переносим сюда опускаем в этой строке все наш с вами заголовок установился давайте сделаем небольшой отступ от фотографии зайдем в настройки стилей строки здесь укажем не 50 150 теперь у нас есть вот стоп чуть больше воздуха не помешает следом нам надо сделать под заголовок это будет у нас текстовый блок и давайте скопируем отсюда наш текст копировать сделаем вставку в редактор но вставку мы сделаем через правую кнопку мыши через вот этот вот как сказать модуль который очищает текст вот ранее примененного форматирования все вот мы установили наш под заголовок далее нам надо его уровень по центру задать ему какой-то шрифт размер точнее шрифта давайте сделаем где-то 27 так 27 и сейчас нам нужно сделать ему поменьше жирности опять мы выделяем его в редакторе заходим в стиле и ставим жирности на 300 применить щелкнем сюда все вот у нас с вами шрифт стал немножко тоньше далее если мы посмотрим например то у нас здесь он немножко сильно растянут его бы надо сделать поменьше потому что вот этот вот кусок висит он некрасиво выглядит если даже он пойдет две строки надо его немножко подтянуть для этого что нам надо сделать мы идем настройки текстового блока во вкладку дополнительно advanced делаем ширину нашего дополнения где-то примерно чтобы он был у нас две строки давайте оставим вот так дальше давайте зайдем в стиле и нам нужно выровнять его по центру для этого надо указать вот внешний отступной пикселей снять замочек и вот здесь прописать авто скопирую просто вставлю все таким образом он у нас с вами отцентровался по ровно по заголовку место программы мы забыли с вами изменить на маршрут экскурсии марш маршрут экскурсии и давайте немножко сделаем отступ все же поменьше не 100 пикселей давайте сделаем хотя бы 70 потому что у нас отступ сохранился от вот этого вот заголовка он ну что мы его скопировали перенесли все здесь мы с вами закончили давайте немножко все-таки сделаем пошире его пусть будет вот так 82 83 так если я уберу редактор ну да так и останется давайте все-таки оставим 83 сохраним и что нам теперь нужно сделать сейчас нам надо вставить с вами яндекс карту с этим маршрутом как она вставляется для этого нам нужно перейти на сайт яндекс конструктор яндекс карты прямо так поиски набираете конструктор яндекс карт при этом вам надо быть на яндексе авторизированным под своей учеткой и переходим сам конструктор открывается вот такой конструктор так создать карту нам предлагает и здесь мы с вами должны выбрать название не обязательно напишите какое название описание тоже не обязательно и вот здесь надо набрать адрес я наберу город свой чтобы он не его показал так вот он показал сразу же здесь появилась метка я ее удалю она мне нужна и сейчас нам нужно с вами нарисовать маршрут как здесь рисуются маршруты берется линия и просто как-то отмечается допустим мы вот начали отсюда и вот она ведется пунктиром только выткнули она прорисовала целиком дальше вы идете снова снова и так вот можно пока по улицам получается рисовать ли не здесь вот мы снова поставили давайте я просто для примера покажу как это все делается и вот здесь пусть у нас будет конец все так если не ошибаюсь а вот еще раз тыкаем нажимаем точнее левой кнопкой мыши на последний элемент и у нас будет предложить либо удалить точку если мы захотим как бы продолжить от этой точки снова в другую сторону либо завершить я нажимаю завершить цвет линии у нас будет можно красный можно зеленый сделать давайте сделаем оранжевый нажимаем готово также здесь можно задать прозрачность и толщину толщиной сделаю чуть-чуть так но и не видно будет сделать 5 нажимаю готово все мы нарисовали с вами линию и дальше мы можем поставить метки поставить метку вот сюда вот сюда давайте увеличим просто зажимаем control и ролика мыши можем от себя увеличивать вот здесь поставим так просто ярлык вот этот и напишем начало экскурсии все нажмем готово итак давайте посмотрим как у нас на примере сделано здесь в виде иконки так возвращаемся в конструктор нажимаем вот на этот значок здесь иконка и здесь мы поставим давайте флажок все вот так вот нажимаем готово здесь нам надо вот это вот удалить а это вот так поставить и также давайте так как-то их копировать можно вроде нет первых их тут не получается ну значит все просто создаем здесь еще одну метку просто давайте сделаем цвет красный и напишем окончание экскурсии все готово увеличим давайте мы ее просто пододвинем отсюда поэтому подвинем отсюда все сейчас у нас с вами маршрут прорисован и оставим так далее при наведении здесь будет при нажатии на нее будет всплывать подсказка нажимаем сохранить и продолжить далее нам надо с вами ее растянуть по ширине потому что она у нас будет резиновая и отрегулировать карту по центру центр ориентируйтесь что по горизонтали центр это вот от этих вот ползунков по ширине тоже какую вам надо делайте на сильно большой не делать примерно так потому что она будет слишком крупная когда отрегулировали на положение отрегулировали вот именно масштаб можно сделать очень мелко можно крупнее сделать то есть мы так какие у вас маршруты и что вы хотите показать после этого мы просто нажимаем получить код карты и копируем не я вас крипт код и фрейм вот таким образом я скопировал после этого я нажимаю копировать код и теперь мы идем на наш сайт вставляем снова текстовый блок под нашим заголовок под заголовком и здесь нам нужно с вами будет сделать некоторые действия если мы будем вставлять с вами через вкладочку код наш нашу вставку карты вот я сейчас пытаюсь ее вставить на не вставляется то есть не появляется здесь ничего все потому что редактор джесси он режет вставку кода в тегах и фрейм это сделано плане безопасности чтобы злоумышленники допустим не могли делать какие-то вставки своих своего кода сайт и чтобы сайт как сказать не подгружал информацию других ресурсов но в общем джесси режет этот код в про версия визуального редактора можно разрешить вставку и фрейм тега но поскольку он бесплатная версия в настройках я этого сделать сейчас не могу да и в дальнейшем даже если будет использоваться про версия принципе можно да там вставить разрешить и использовать этот тег но в самом конструкторе есть такое дополнение давайте просто сейчас что-то напишу чтобы у нас этот аддон не пропал и вернемся здесь есть такое дополнение она называется raw html вот я показываю это вставка html кода страницу вот этот вот это дополнение она позволяет как раз таки вставлять различные html коды различные метрики там утка яндекс карту google карту его можно использовать но мы пользуемся сейчас на данный момент бесплатной версии конструктора и использовать это дополнение мы не можем но существует обходной путь я вам сейчас его покажу для этого нам нужно с вами отключить использование редактора джесси визуального редактора еди и делается это в настройках самой cms сама система в общих настройках переходим в общей настройки движка и здесь редактор по умолчанию выставляем без редактора нажимаем сохранить и возвращаемся на наш наш лендинг сохраним страницу на всякий случай и обновляем ее чтобы наши настройки применились и наш редактор отключился заходим снова в дополнение текстовый блок и видим что у нас исчез наш визуальный редактор и остался стандартный с минимальным набором функций далее нам нужно перейти с вами во вставку кода это вот эти вот две скобки острые нажимаем всплывает окошко стираем наши цифры и через control v вставляем наш код карты которые мы взяли с вами вот отсюда после того как ставили нажимаем ok и все наша карта загрузилась никаких проблем это не вызвало теперь что нам нужно сделать наша карта на примере на от края до края экрана соответственно нам нужно с вами сделать резиновую строку как делать мы ее уже знаем заходим в настройки строки и выставляем fluid row резиновая строка карта растянулась это нам позволило сделать вот это вот настройка растянуть по ширине если бы мы не поставили и у нас было бы было бы какое-то значение дать зафиксировано то мы бы не смогли ее растянуть в редактор поэтому ставьте обязательно если вы хотите растягивать карту от края до края дальше сделаем сразу же отступ от под заголовка до карты здесь есть жмем редактировать зайдем в стиле и поставим пикселей 100 нажмем save и давайте посмотрим как это у нас выглядит на самом сайте спустимся и вот наша карта но под заголовок если вы обратили внимание у нас стал на всю ширину мы его с вами ограничивали по размерам и выравнивали но поскольку мы сейчас растянули строку края до края у меня монитор большой поэтому у меня он опять растянулся на всю ширину это делается просто мы заходим его настройки и просто уменьшаем ширина дополнение еще давайте сделаем 50 пикселей нажмем сохранить и посмотрим как сейчас он себя поведет все он стал уже соответственно пошел две строки проверяем нашу карту все у нас хорошо получилось принципе мы с вами закончили создавать этот пятый блок но перед тем как мы закончим наш видео урок давайте вернемся в настройки системы и вернем редактор по умолчанию на джессе так как нам надо будет с вами дальше еще создавать следующие блоки и пользоваться этим редактором сохранимся и обновим страницу чтобы настройки нового редактора применились и мы могли его использовать на этом я видео заканчиваю переходим к созданию шестого блока